Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чейпашки Ниндзя Легенды. И по просьбам подписчиков, сегодня против босса мы будем сражаться командой Муд Анималов. Ну что ж, друзья, начнем. Итак, первый бой, первый голем, это Лава Волен Монст. И мы собираем команду. Да, друзья, вот кто смотрел мультик в начале сериала, наши Муд Анималы состояли из Голубя Пита, Доктора Роквелла, был еще Кожеголов и Слэш. Итак, вот она команда, но в конце сезона еще добавился и Мандагека. Поэтому, друзья, мы будем сражаться с командой из пяти героев. Ну что ж, друзья, вперед. Итак, первый состав и первый монстр. Но в начале нас в первой волне ожидает толпа крэнгов. Голубь Пит в начале боя прокачивает уклонение. Ага, друзья, прошу прощения, я случайно атаковал, но ничего страшного. Дальше прокачивает дополнительную атаку Мандагека, играя на воображаемой гитаре. Отлично. Доктор Роквелл активирует психопузырь. Вот, благодаря этой способности у нас получается дополнительная защита. А Слэш просто напрыгивает, давит очередного крэнга. Супер. Кроме того, используя крэнга как дубину, Кожеголов выбивает опять же последнего крэнга. Супер. Ну что ж, неплохо прошли через первую волну. Переходим к первому боссу. Вот он, вот он, этот босс. Лавы Голем, который выпрыгивает, появляется из портала. Ну что ж, крутой, жуткий, но забавный. Отлично. Ох, как здорово кричит, орет на наших героев. Ну, а наш Мандагека наносит удар языком. Хотя, давайте-ка подорвем. Подорвем врага вот этим баллончиком с краской. Да, взрыв. И Лавы Голем уничтожен. Что ж, неплохо. Отличнейший бой, отличнейшая победа на 3 звездочки. И наши мутанималы празднуют победу. Замечательно. Итак, друзья, вперед. Наша добыча, это ингредиенты для прокачки героев. А мы переходим к следующему боссу. И это шагающий танк кренгов. Ничего мы менять не будем. Просто идем в бой. В очередную битву. Итак, 3 волны в данном эпизоде. Вот кренги гуманоидного типа. Плюс еще в костюмчике. И вот сейчас именно Гулупит прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Что здорово радует. А Мандагека наносит мощный удар языком, выбивая первого кренга. Отлично. Следующего при помощи телекинеза уничтожает доктор Роквелл. Вот так здорово. Кроме того, слэш при помощи дубины пытается раздавить уже последнего. Отлично. Итак, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Опять же, целая куча кренгов. И наш Кожеголов сразу же лечит. Привлекает внимание на себя. Заставляя кренгов атаковать. Кроме того, он еще прокачивает себе броню. Дополнительный баф. Положительный эффект. Отлично. Кроме того, давайте-ка покормим Гулупит. Вот, поедая хлебушек, он восстанавливает и усиливает наш отряд. А дальше еще мы прокачиваем и скорость нашего отряда. Вот, теперь наши герои будут двигаться намного быстрее. И, соответственно, будут наносить больше повреждений. А вот теперь массовая атака доктора Роквелла. Благодаря психосиле и телекинезу он метает врагу кучу кинжалов и мечей. И, видите, без проблем сметает. И мы переходим к боссу. Вот он, вот он, этот шагающий танк кренгов. Спрятался в куче мусора. Интересно, кто же из наших героев сможет победить этого монстра. И для этого я попробую использовать слэша. Хватая дубину, он вращается как волчок. Наносит серию ударов и без проблем расплющивает, уничтожает этого монстра. Ну что ж, здорово. Шагающий танк кренгов уничтожен. И мы получаем идеальную победу на 3 звездочки. Замечательно. Итак, наша награда. Это куча ингредиентов для прокачки героев плюс ДНК железной головы. Супер. Отлично, друзья. Итак, возвращаемся назад и переходим к боссу третьему головы. Это Шреддер. Мута немалый вперед в атаку. Посмотрим, как они будут сражаться и в этом эпизоде. Отлично. И что же здесь нас ожидает? И здесь уже ожидает 4 круги футы плюс обычные футы. Ну и давайте-ка сразу же попробуем заклевать кого-то из этих врагов. Гулупит стремится в атаку. Отлично. Заклевал первого фута. Дальше ударом. Нет, давайте-ка прокачаем скорость, чтобы наши герои двигались побыстрее. Вот так. Отлично. Вот неплохо. И нанесем удар при помощи телекинеза. Отлично. Итак, выбираем очередного 4 кругового фута. Остается всего 2 врага. Ну и понемножку будем их выбивать. Удар слэша выбивает очередного фута. И я подключаю кожеголова. Вот так. Вращаясь как каток, он просто расплющивает последнего врага. И мы переходим ко второй волне. Ага, здесь уже маусеры плюс 4-х руки футы. И я думаю, все-таки нужно прокачивать уклонения. Не будем допускать, чтобы вражеские удары проходили мимо. И вот будем понемножку выбивать и добивать врагов. Отлично проходит удар языка Мандагека. Вот не будем рисковать. Еще прокачаем дополнительную защиту при помощи доктора Роквелла. И нанесем массовый удар при помощи слэша. Круто все-таки вращает дубину. Он наносит массовые удары и сшибает и вышибает оставшихся врагов. Ну вот, добрались мы до Шреддера. Интересно, кто из наших мутанималов сумеет справиться с этим врагом. Ох, выдвигает свои вот Саи. Вот такие вот стальные когти. И, как же, хватая кренга как дубину, начинает сражение с Шреддером. Итак, нанес серию ударов. Вот. И тем самым выбивает, уничтожает Шреддера. Закорачивает контакты. Электрические разряды его добивают. Что ж, это было бы забавно. Прикольно, круто. И мы переходим к следующему боссу. Да, наша награда это ДНК пульверизатора и еще ингредиенты для прокачки героев. И мы переходим к следующему боссу. Это у нас гигантский гриб. Вот, вперед. Давайте-ка посмотрим. Ничего мы пока не меняем. И идем дальше в бой. Да, друзья, с каждым боссом враги становятся все сильнее. Пока это все легко нам удается. Но дальше будет сложнее. Итак, люди грибы плюс мутировавшие тараканы терминаторы в бабочку. И сразу же, друзья, давайте-ка не будем рисковать. Пусть голубит прокачивает уклонение. Вот, отлично. Кроме того, вот ударом языка Мандагека пытается выбить очередного врага. Отлично. Человек-гриб уничтожен. Вот, прокачиваем дополнительную защиту. И начинаем массово атаковать. Да. Итак, массовая атака доктора Роквелла. Швыряя кинжалы, серикены, мечи, он без проблем просто сметает первую волну. Замечательно. Переходим ко второй. Вот целая куча людей-грибов. Ну, я думаю, понемножку их будем давить. Итак, напрыгивает слэш, давит одного грибочка. Кожеголов обращает внимание к себе. Вот так рыча. А голубит тоже пытается в свою очередь кого-то заклевать. Отлично. Вот, враги выживают, но ненадолго. Мандагека бросает гранату в баллончике с краской. Взрыв. Вот, и враги уничтожены. Супер. Ну вот, добрались мы и до босса. Этого гигантского гриба. Вот, друзья, почему-то он здесь в лесу. Кто смотрел мультик, он находился под канализацией, и черепашки его уничтожили тем, что открыли доступ света, и свет его уничтожил. Здесь же почему-то действие происходит в лесу. Тем не менее, доктор Роквелл первым наносит удар телекинезом, и вот этот гигантский монстр-гриб выживает. Выживает, но ненадолго. Массовым ударом, слэш вращаясь, как волчок дубиной, добивает и расплющивает этого монстра-гриба, и мы получаем победу. Причем идеальную победу на 3 звездочки. Здорово. Ну что ж, отличнейшая команда, отличнейший бой, и мы идем с вами дальше. Вот, просто-просто супер. Ну что ж, хорошая победа, движемся с вами дальше за следующим боссом. И следующий босс, это у нас 2 голема, лавовый и огненный. Прошу прощения, ледяной и лавовый, либо огненный и ледяной, ну как-то так. Что ж, вперед, враги становятся все сильнее, но я все же надеюсь, что победа будет у нас в кармане. Вот, самый сложный, это, конечно же, последний босс. Ну, а мы пока перекусим хлебушком с голубьем питом, наберемся сил. У нас, возможно, появятся дополнительные возможности. Да, вот прокачалось уклонение, и еще прокачаем скорость нашего отряда. Вот, отлично. Благодаря воображаемой гитаре Мандагейка это получается. И, смотрите, у нас появилось довольно-таки неплохие положительные эффекты бафы в виде зелененьких квадратиков над героями. Ну, и еще, давайте-ка, друзья, я еще прокачаю дополнительную защиту благодаря психоспособностях и телекинезу доктора Роквелла. Замечательно. Отлично. Ну, а сейчас давайте-ка попытаемся выбивать врага понемножку. Вот, отлично. Итак, удар разумом доктора Роквелла, и что же, и шагающий танк Крэнгов уничтожен. Кроме того, напрыгивая слэш, пытается добить очередного врага. Вот, здорово. И подключаем кожеголова. Замечательно. Итак, хватает как дубину, наносит серию ударов, выбивая гигантского робота Крэнга. Супер. Вот, и последнего попытается заклевать голубь пит. Вот, супер. Отлично. Итак, первая волна уничтожена, и мы переходим ко второй. Что здесь у нас? Итак, гигантский робот Крэнгов, шагающие Крэнги на платформе и Крэнги гомодноидного типа. Отлично. Игол и Мандагека наносят мощнейший удар языком, выбивая гигантского монстра. Следующего, вот, попытается расплющить доктор. Это у нас слэш. Ну, как-то не очень здорово. Ну, тем не менее, надеюсь, массовая атака кожеголов. Вот, смотрите, как круто. Вращаясь, как волчон, он просто расплющивает оставшихся врагов. И мы переходим к боссам. Вот они, боссы. Давайте-ка посмотрим, что наш герой умеет сделать с ними. Вот так круто выступает. Лавовый плюс ледяной. Отлично. Пожимает руки. Готовится к сражению. Проверяет, кто из них сильнее и выступает против нашего отряда. Вот. Ну что ж, ничего страшного. В начале боя пусть Гулбит прокачает уклонение. Теперь вражеские удары будут проходить мимо. А Мандагека бросит бомбу. Отлично. Итак, массовый удар снимает половину жизни у врагов. Что здорово радует. И добивающий удар нанесет, надеюсь, Доктор Роквелл. Метну просто сайи, мечи и сюрикены, и катаны. Ну, вот всем холодным оружием забросал. Запинав врагов. И мы получили идеальную победу. Для этого, правда, пришлось использовать две массовых атаки. Ну, а сейчас наша награда. Это ДНК Мандагека плюс инвесты для прокачки героев. Супер. Ну что ж, друзья, неплохо. И мы переходим к боссу шестой главы. Это крэнг номер два. Вот. И мы начинаем очередной эпизод и первую волну. Ого. Итак, появились крэнги на летающих платформах. Довольно-таки серьезного, крутого уровня. Поэтому, друзья, не стоит сразу же рисковать. И прокачиваем уклонение, чтобы вражеские удары проходили мимо. Вот. Кроме того, еще прокачиваю и скорость. Вот. Нельзя дооценивать противника на таких высоких уровнях. Два-три удара в одного героя. И он может упасть с любым уровнем. Кроме того, еще усиливаем и защиту. И смотрите, сколько у нас появилось положительных эффектов. По четыре, по пять. Ну, вот только в Доктора Рокфула и Кожеглова по три. Отлично. Итак, давайте-ка вот нанесем удар по тому крэнгу, у которого зеленый треугольник. Значит, урон по нему повышен. И Доктор Рокфулл атакует при помощи телекинеза. Ничего себе, выжил. Выжил враг. Друзья, я думаю, что лучше делать. Давайте-ка, наверное, я использую массовую атаку слэша. Итак, вращаясь как волчок. Он сметает большую часть врагов, но выживает. Выживает один из крэнгов. Я думаю, ничего страшного. Пусть пока Кожеглова обратит внимание на себя. А Гулупит попытается заклевать этого монстра. Итак, есть. Первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Интересно, кто здесь нас ожидает. И здесь роботы крэнгов. Просто роботы крэнгов. И плюс еще крэнги гуманомидного типа в комбинезонах. Вот. Итак, что можно сделать? Ну, давайте-ка по одному пытаемся выбивать роботов. Мощный удар Мандагека выбивает робота. Отлично. Слэш напрыгивает. Давит крэнга. Здорово. Ну что ж, пока все довольно-таки неплохо у нас получается. Кожеголов ватайка крэнга наносит серию ударов. Отлично. Расплющивая очередного врага. А Кожеголов тем временем кушает хлебушек. Усиливая и подлечивая наш отряд. Супер. Кроме того, метая мечи, сюрикены, кунаи, что еще, саи. Вот без проблем добивает уже оставшийся врагов доктор Роквелл. И мы переходим к крэнгу номер 2, который спрятался в теле девочки Ирмы, подружки Эйприл по мультику. Вот оно в середине оказался вот такой вот крэнг номер 2. Круто все-таки он трансформируется. Ну а наш герой пытается его победить. И бой начинает Мадагека, просто метая бомбу. Отлично. Взрыв снимает третью часть, что, конечно же, радует. Пытается отбиваться. Вот крэнг номер 2. Слэш пытается добить его при помощи своей дубины. Мощный удар. Да, враг оглушен, что, конечно же, здорово радует. И, возможно, добивающий удар нанесет каждый голову. Да, вращаясь как каток, он просто расплющивает крэнга номер 2. И мы получаем идеальную победу. Просто супер. Ну что ж, бой получился сложнее. Но наши герои, наши муд анималы справились. Кроме того, получили ингредиенты для прокачки героев. Супер. Ну вот, друзья, добрались мы до последнего босса. Босс оказался крут. Но я надеюсь, у нас все здорово здесь тоже получится. Итак, вперед, друзья. Муд анималы против крэнга номер 1. Либо крэнга прайма. Отлично. Итак, встречает нас Маусер. Два гигантских робота крэнга. Плюс крэнги гуманоидного типа. И, конечно же, друзья, идем по старой скейме. Она наилучшая. Итак, прокачиваем уклонение. Прокачиваем скорость. И прокачиваем защиту. Нельзя недооценивать врагов. Все-таки сильные. Итак, как видите, даже не дали доктору прокачать защиту. Вражеский Маусер атаковал. А вот теперь мы во все оружие можем спокойненько начинать пинать врагов. И слэш напрыгивает на одного из гигантских роботов. Отлично. Без проблем его давит. Вот враги пытаются контратаковать. Ну, а мы тоже непросты. Итак, вот доктор Роклон наносит мощный удар при помощи телекинеза. А вот Кожеголов не хочет ничего делать, просто вращая. Пытается додавить врагов. Есть. Сметает. Пшуча сметает первую волну. И мы переходим ко второй. Но пока довольно-таки неплохо мы идем. Вот опять же целая куча кренгов. Плюс роботы кренгов. И Голупит пытается заклевать. Одного из кренгов. Неплохо. Это у него получается. Отлично. Ударом языка. Мандагега выбивает второго. Ну, по крайней мере, надеюсь. Нет, не сумел. Хотя урон был повышен. Был зеленый треугольник. Не удалось его победить. Что ж, подключаем массовую атаку. И слэш, вращаясь как волчок, наносит серию ударов своей дубиной. Уничтожая этого врага. И, друзья, враги выживают. Что ж, ничего страшного. Пусть пока Кожеголов привлечет внимание к себе. Вот так. А Голупит подлечит и усилит наш отряд, поедая хлебушек. Вот, супер. Ну, что ж, неплохо. Итак, надо добивать врагов и переходить к боссу. Поэтому вот Мандагега метает гранату в баллончике с краской. Подрывает. И мы проходим вторую волну. Доходим до босса. И начинаем эпическое сражение. Итак, крэнк номер один. Он же крэнк прайм. И нашим героям сейчас придется очень даже не сладко. Ух, какой жуткий страшный монстр. Но наши герои атакуют. Сразу же массовая атака доктора Алдроквела. Метает мечи. Куна, Исай и еще другое холодное оружие. Вот, отлично. Итак, как видите, враг атакует Кожеголова. Он привлек внимание. Ничего страшного. Слэш ударом дубины наносит довольно-таки приличный урон. Снимая практически половину жизни. Кроме того, Кожеголова хватает крэнка как дубину. Наносит серию ударов. И уже у крэнка номер один осталось где-то... Вот, вообще, здоровье процентов есть. Я вот прикольными, забавными ударами пытался победить врага Гулупит. Это ему не удалось. А вот финальный добивающий удар оказался... Нанес вот Мандагека. Просто супер. Ну что ж, крэнк номер один уничтожен. И наши герои празднуют победу. Просто-просто молодцы. Ну что ж, мут-анималы неплохо победили в этом сражении. Получили награду ДНК Микеланджело плюс мут-аген. Супер. Ну что ж, друзья, сегодня испытание... Вот, вернее, сражение мут-анималы против боссов пройдено. На этом я с вами прощаю. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Кроме того, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым верхним углом на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok